всем привет мои дорогие друзья ну что я хочу сказать что сегодня будет очень интересное видео потому что это очередное новое знакомство с интересными людьми с интересным человеком я так сказал бы я его знаю давно но знакомлю вас так сказать впервые зовут его павел на самом деле он давний друг Андрея Захарова они квартиру вместе снимали и вообще давно близкие друзья поэтому для меня он конечно не новый человек но для вас я просто уверен во-первых это моя личная рекомендация посмотреть видео до конца послушать потому что вы помните я вам показывал часто какие-то необычные квартиры какие-то людей необычных там не знаю тот же вот Сергей который у него есть художник да комната художника квартиру можно сказать дом такой здесь тоже во-первых квартира холостяка как выглядит квартира холостяка в 34 года но наверное на этом все потому что если я сейчас начну рассказывать невозможно будет остановиться нужно это все видеть я вам познакомлю он расскажет чем он занимается чем он интересен ну и в конце я кое-что еще вам расскажу поэтому усаживайтесь поудобнее сейчас будет очень интересно с вас как всегда подписка какой необычный сегодня у меня да в этом я никогда таких фраз не говорил с вас подписка и лайк напишите просто комментарии все поддержку так сказать канала приятного просмотра для начала я конечно хочу показать тот комплекс где живет павел потому что честно вам признаюсь у меня мечта жить таком комплексе я часто мимо проезжал еще думаю вот бы побывать все таки наши мысли все материальные только подумаешь вот побывать бы у кого-нибудь как вообще это выглядит изнутри и пожалуйста пожалуйста мы здесь в этом комплексе он конечно необычный во первых конечно лофтовая тема моя любимая во вторых сейчас я покажу внутри как это все выглядит здесь конечно аж быть вечерами невероятно красиво во-первых современно сейчас я захожу в подъезд чтобы понимали здесь типа ресепшн как в отеле спасибо так выглядит все дела здесь есть как люди сидят причем здесь прикол на ход 1 бой нет показать как открывается дверь и чуть трогаешь и она открывается сама во первых посмотрите вот некоторые квартиры конечно со своей террасы со своими там зелеными такими участками там деревья растут если он вижу покажу тут здесь допустим да стоит такая веранда тебя там можно что-то делать и вот прям по кругу здесь внутри или детей можно поиграться у меня прикалывают такие вот посмотрите маленькие беседочки где можно посидеть и под дождем и под снегом и просто кайфануть вообще кайф так дорогие друзья ну что давайте знакомиться тот самый павел про которого чуть-чуть начали рассказал ваш привет привет макс привет ребят короче даже не знаю как вроде как мы с тобой давно знакомы насчет начать давай сначала во первых друзья рост у захарова другие друзей не может быть все подбирались под один стандарт да мы кстати захарова на знак ему дольше ты с ним или плюс-минус кстати вот кстати давай когда от какой год серый когда он тот приехал к зал зайца учиться это был наверно десятый год нет у меня 2008 значит это одновременно кстати мне кажется потому что в 2008 приехал за короче когда он только первый раз приехал москву к зайцу вот мы с ним познакомились мы с ним в одной группе выпускались а вы почему у тебя кстати не пошло в модели слушай наверное из-за того что меня не особо часто брали на кастинге вот и мне как-то постоянно приходилось работать но в дальнейшем я наверное уже рад что я не пошел работать моделью вот сложился вот сложив все сложилось так как сложилось да я значит развиваться парфюмерии мне это принесло гораздо больше удачу тайну я еще не раскрывал это мы потом продолжим а вообще у тебя кстати был опыт ухождения по подиуму но какие-то небольшие работы были да в основном это были связаны больше с промо работы какие-то там мероприятия типа мартини работа на год еще что в общем такого как вот прям модельного модельной карьеры у меня не вышло ну и значит так должно быть так давай сначала начнем знакомство все-таки с твоей квартиры по которой немножечко сказал расскажи что это квартира как ты ее снял и вот в чем ее особенность потому что она реально отличается от тех квартир которые я видел потому что друзья здесь тупо нет ремонта вообще эта квартира я случайным образом сдал снял я давно смотрел этот этот же к вам не очень нравился чем момент его строительства я сильно жил на молодежной и подвернулась так что я смотрю объявление вижу объявление 30 тысяч но я думаю так как потому что в этом же на минимум всегда было 60 80 100 и дальше и т.д. т.т. я смотрю она была просто просто голые стены здесь не было ничего не линолеума все это мы красили с друзьями не штор здесь какой-то не было ни кровати ничего эта квартира стояла пустая и она сдавалась грубо говоря там уборщицы которая иногда сюда приходила потому что хозяева живут соседнем этом соседней секции вот и она у них была как бы пустая то здесь вообще был просто бетон даже вот то что сейчас есть этого тоже не было вообще здесь просто был просто был бетон с линолеумом на полу и все то есть единственное что здесь было это батареи вы благополучно спрятали вот соответственно я сделался такой как бы холостяцкий ремонт под парфюмерную студию одновременно как бы я не понимаю то ли я живу на работе то ли я работаю из дома но по ощущениям а вот даже на проводку ты проводился у нее проводка это была проводка это было до единственное что вот все что вот так вот выглядит все это было то есть это я не делал ничего но ты положил как бы на пол на вопросе по мил так сказать а я взял ковролин со своей старой квартиры которые его выбрасывали вот мы там с другом постели ковролин покрасили вот эти вот все плинтуса покрасили стены здесь повесили какие-то полочки то здесь не было ничего а был вот этот вот единственный шкаф я купался небольших холодильник микроволновку я хочу брать внимание обсудим он даже во-первых не готовит человек вот вот называется холостяк на плита вроде как есть вроде как ее нету и холодильничек ну ты знаешь даже в отелях бывает больше 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 ничего не надо креатин креатин а что такое креатин это для спорта если ходить у меня просто в доме тут же спортзала как бы грех не заниматься я не особо по мне видно что и занимать но тем не менее иногда и даже я из той породы что заниматься чтобы сок в это не съел бы она все куда-то уголит не туда и поэтому если чуть-чуть поднабрать веса то нужно все-таки пить какие-то добавки креатина протеина прочих вещей ну ладно покажем свое самое наверное интимное место кровать как бы это строительный как они правильно называют поддоны строительные поддоны которые обрабатываются и красятся делаю на них просто кладется в них и диваны и кресла делают просто бросают сверху какие-то матрасы да два моих друга которых я спас и кто-то выбросил вот их донес благополучно до дома и они спят со мной мусульмане кабаны ну вид из окон во первых какие громадные окна 4 больших окна на сколько есть ты говорил 43 метра надо где-то в районе 43 метров тут очень красивые когда закат и особенно вот август июль уже начинается тут такой как бы немножко как лос-анджелес красивым подсвечащим небом и плюс тот что все-таки это не солнечная сторона хотя отражается от этого дома солнечный свет то есть все равно а это уже другой корпус на это тоже приличный такой вот не достояние воде называется достояние республики а телевизор хоть работает телевизор работает но я его никогда не смотрел мне его подарили вот когда-то я это зимой не уезжал на бали и здесь сожила моя мама помогала вот я и повесили этот телевизор она как-то включая даже не знаю где тут где-то может быть пульт есть но я телевизор не смотрю не знает если кому интересно друзья павел родом из курска да наверное кто-то по голосу может и по есть такой маленький акцентик но друзья павел подготовился внимание он навел порядке здесь кстати немножко все было по-другому разыграемся это да это во первых сейчас очень чисто то есть обычно в режиме работы здесь везде находится парфюм он приезжает его раскладывается потом он опять сразу уезжает переходишь на эту тему я это оставляю наконец-то я пока не буду развивать эту тему пока мы смотрим квартиру кресла кстати тоже авито да практически все было куплено на а вид на нас роли какие надо что было куплено не на вид это было куплено в яндекс маркет и за бонус избир спасибо денег было вложено на 18000 в этот ковролет плюс-минус остальное это были либо бонусы либо какие-то там покупки на авито ну что реки это уже сказать санкционка наверное они тоже они они тоже были куплены зимой не холодно все-таки бетоном как-то знаешь не греет душ не абсолютно не холодно даже жарко я стараюсь время спать открытыми окнами в том числе просто открываю дальние потому что здесь единственный минус здесь не хватает воздуха из-за того что я не знаю то есть влаги по идее нужно сухую сухой его купить какой-то дороже типа увлажнителя вот но ваш на вид руке есть купишь следующая покупка увлажнитель купил себе для сделать эти коктейль как купил так и стоит а я вижу он там новенький уже месяц я думаю даже ни разу не помыть я думаю с увлажнителем будет то же самое ну на самом деле увлажнитель как-то включил его и работает на подливать воду не забывать подождите но выбрать как ходили что не буду показывать туалет но мы не будем показывать друзья просто фишка в том что нет дверей в туалет да я сразу сказал паш я тебе не пойду если что есть туалет на ресепшене стесняется приходит девушка придет ну как но мне кажется если девушки стыдно при тебе сходить в туалет то это первое свидание смысл ее звать домой первое свидание вот там хоть вода громко сделается да да можно включить моду или музыку если бы была бы моя я бы эту стену бы убрал бы остался такой вообще open space но эта стена уже была тогда когда я на нее заезжал то есть это на самом деле сделано это не хозяева это хозяева сделали да единственная вот сделал себе тут гардеробно это весь твой гардероб весь мой гардероб да я вообще не люблю абсолютно вещи то есть я не в нашу породу захарова да я больше купил относила выбросил купил относил выбросил но давай кому-нибудь продавать ну я имею ввиду либо даст то что такого плана это вот прям а друзья где зимние вещи а зимние вещи спрятаны вот здесь грома такая антресоль земная да да но это на самом деле вот такой минимализм с одной стороны мне конечно это не применяю история молодец это пока у тебя семьи нет все все впереди но я думаю что семья в этой квартире особо не поживешь я не знаю вот у меня уже здесь два года я живу сколько я еще смогу уничтожить но я думаю что я буду периодически снимать такие варианты просто такого много есть что когда сдается квартиру в бетон на два на три года то сделать ремонт под себя и живется до часто так люди делают которые продают жилье то есть они могут в первое время его продать потому что они заплатят налог и они и делать ремонт не хотят поэтому ребят если что в новых жека всегда можно найти похожий вариант за такие небольшие деньги да по факту коммуналка стоит районе 10 а у меня квартата 30 тысяч то есть давайте перейдем к теме которые ты уже два раза как минимум пытался перейти чем ты занимаешься собственно почему друзья я вначале сказал что это моя личная рекомендация потому что павел захотел вести youtube канал который обязательно мы все ссылочки оставим он еще практически нулевой мы надеемся на вашу поддержку подписку поддержать павлу потому что это будет интересно тем более что у меня женская аудитория хотя конечно но сейчас это всем интересно но все таки я думаю да канал будет в любом случае интересен любому человеку который имеет какой-то один флакон который дарил флакон который вообще ну просто мне кажется у нас нет сейчас никого у кого нету дома два-три флакона по моему в общем давай по порядку ты занимаешься можно сказать профессионально парфюмерии да собственно и канал будет называться парф маньяк что переводить естественно парфюмерный маньяк это бы все о парфюме но давай сначала как ты к этому пришел сколько ты этим занимаешься и чем конкретно ты занимаешься были разные этапы соответственно начал я в 2010 году это случайно кстати захаров повлиял на это у него был знакомый который был дистрибьютор марки манта либо на тот момент тому аж и тогда уже зарождалась бодичей и курки джа вот то есть они еще не были но были в перспективе захаров сказал что я до этого работал продавцом в адидасе когда-то и мне андрюх предложил говорит аль ты не хочешь попробовать работать продавцом вот меня соответственно взяли я пришел в цом это был 2010 год и устроился тогда на марку манта вот а там дождите перебьют и когда устраиваешься ты идешь на какую-то конфетную марку да и ты как бы консультант именно вот по монтали тогда тогда даже я был не консультант я был промоутер то есть первая моя работа была наверно месяц я работал промоутером то есть в чем заключалась суть работы у нас было несколько человек мы должны были в основном тогда раздавать блаттеры и пытаться завлечь клиента подвести его к орнеру чтобы потом уже консультант ему что-то продал но это пробник ну по и не это такие бумажки на которых наносится аромат да вот они выглядят таким образом я думаю что любой заходил в магазин там сом или раньше они уходили с таким веером ты просто сейчас называешь эти слова модные допустим не все знают как это правильно называется а это бумажечка которую всегда дают как бы понюхать неправильно послушать кто хочет нюхать, тот поснюхает я за терминологию никогда особо не цепляюсь вот соответственно но девочки уже сразу видели что я как и подводил клиентов я начал с ними разговаривать я начал сразу продавать завершать продажи и все такое уже буквально через месяц мне предложили работу консультанта а это повышение уже идет ну как бы да да то есть я уже работал там грубо говоря графики 22 у меня уже были процент от продажи то есть просто выход и проценты от продажи и мне уже сразу предложили выходить на новую марку который тогда как раз открывали водичей из викториас к английский премиальный бренд на тот момент это был таки но очень дорогой парфюм то есть в том году это примерно стоило 26 тысяч рублей когда тогда килин стоил 13 вот примерно вот такая политика ценовая была и сколько ты в общей сложности проработал консультантом в циуме конкретно умери другие не были периоды то есть я наверно в цуме проработав год потом я перешел в гум на несколько наверно на полгода потом вернулся опять в цум я получал финансовое образование вот и поэтому мне захотелось все-таки что-то другое ну и как бы родители настаивали что нужно там продавать парфюм это несерьезно я пошел работать финансовую сферу в банке в банке я проработал наверное полгода и понял что продавать кредиты это вообще не мое на меня даже писали в альфа-банке что единственный сотрудник который за полгода не оформил ни одного предодобренного кредита я отговорил я отговорил абсолютно всех да естественно у меня зарплата миха только оклад потому что никакие придешь ты сам ушел у тебя выгнали не я ушел сам но я думаю что меня бы хотели выгнать я все написал доносы на банк вместо того чтобы но как-то пытался улучшить работу банка но на самом деле банк это такое довольно мерзкое заведение на служил куда я темы куда бы я никому не рекомендовал работа да и потом уже 2000 наверное тринадцатом году меня вернули в цом открывалась марка профума рому по парфюм рима вот и старый мой менеджер позвонил мне ты не хочешь вернуться я вернулся с радостью в парфюм и все и больше я с парфюма уже не уходил вот раз уже был это осознанный выбор я уже понимал что с парфюмом я закончу но свяжу всю свою жизнь рабочую я постараюсь прекрасно своем youtube канале я расскажу про все тонкости работы с парфюмерией соответственно я расскажу как на нас копить большую коллекцию как на парфюме можно зарабатывать что нужно знать перед тем как выходить магазин в общем но тема тем на самом деле много 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 всего да я думаю что это вот после проработав в цуме наверное до 16 года я начал работать с азиатскими клиентами тогда как раз был этот скачок когда ну да я думаю все помнят когда было много количества китайцев вьетнамцев которым нужно было покупать покупать парфюм и я уже работал грубо говоря закупает для них то есть я покупал иногда сам сумме либо там любит в других магазинах выкупал полностью товар получал за это какие-то там подарки бонусы еще в виде там бонусных картах перепродавал китайцев парфюм и на разницу уже жил то есть уходя из суммы у меня уже был какой-то такой костяк клиентов с которыми я потом проработал до пандемии в пандемии вот я начал уже потихоньку изучать русский рынок торговать на некоторых платформах в том числе там на авито в том числе на для парфюм там во всяких группах потому что у меня скопилось какое-то огромное количество парфюма который некуда было девать азиатских клиентов не было с русскими клиентами я не особо тогда сотрудничал вот я начал это продавать на платформу потом уже после начала операции когда понятно что мы все попали под санкциями парфюма нету сейчас я занимаюсь в основном я привожу ароматы также через своих бывших клиентов через страны азии мы везем в россию тот парфюм которого сейчас нету то есть это весь вся англия которая запрещена к ввозу в россии это вся америка крупная компания там там ford ламер лилабо джамалон то есть огромное количество брендов которых до сих пор выходят новинки вот мы их сейчас везем и соответственно продаем тут уже либо интернет-магазином либо тоже на своих платформах так но во первых мы сменили локацию посмотрите фон друзья на фоне такого просто грех не сниматься и поэтому собственно скорее всего это и будет то место где паша будет вести свой youtube-канал самодородия богата женщина это кстати моя полностью идея я сразу покажу потому что как выглядит логотип парф маньяк будет потом это мне запрещу 18 плюс я надеюсь тебе за это не поставит 8 потом мы поближе вот там вот эту полочку я знаю что вы уже наверное все глаза сломали типа покажи покажи но мы хотим сделать такое для моих подписчиков и потому что вы всегда у нас друзья у меня внимательные если кто-то вспомнит хотя бы когда и где паша у меня появлялся на видео это это не просто так потому что это интересно реально вот самые внимательные вспомнят это было мельком это было сразу скажу это не связано с захаровым вообще никак это мы случайно можно сказать встретились поэтому все больше ничего вот кто это отгадает паша сделает до соответственно от себя мы подарим если это будет девушка мы подарим по карабана олимпия если это будет парень мы подарим по карабана фантом такой небольшой комплимент но я думаю вам будет интереснее смотреть видео и еще раз пересмотреть все видео вот это я не подумал браво ну их там подумаешь там около тысячи но я знаю кто даже может это отгадать не будем говорить ее имя у меня есть до подписи она знает все вот давай вот может быть что-то покажешь во первых какое примерно количество у тебя парфюма вот в этой необычной квартире давай мы просто начнем допустим я начнем с какой-нибудь с полки допустим мы возьмем там ford и пересчитаем раз два три 4 5 6 7 8 9 соответственно мы назовем сколько это стоит 14 16 17 17 19 20 но и тут примерно 30 еще я думаю плюс минус но либо в основном у тебя женские рома они для двоих в основном ниша парфюмерия она идет для двоих так было 20 ну допустим примерно 40 флаконов находится только на одной полке если мы возьмем среднюю цену 200 долларов за флакон это средняя то соответственно с этой полки наверно больше то вот здесь примерно 8000 в долларах а всего-всего наверное ну это еще часть то есть у меня не весь парфюм хранится дома в основном надо все а вот это тоже ждать как бы эту коробку то это килин чудо да да это килин новый набор я сразу хочу сказать паша не работает подделками только оригинал да конечно я с этим как раз на youtube канале я буду с этими с поделками бороться рассказывать как на это не попасться в чем разница почему нельзя покупать поделки если вы вам это интересно но я думаю что в дальнейшем расскажу просто покупая поделки убиваете вообще любовь всю в парфюмере в первую очередь для себя потому что я знаю много людей которые раньше пользовались оригиналами начали пользоваться поделками они им перестал вообще интересен быть парфюм у меня еще особая страсть к свечам то есть если посмотреть тут в основном я собираю какие-то лимитированные свечи которых уже нету сейчас покажем там больше большая да 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 у меня есть наверно моя гордость чуть-чуть пройдусь потому что это интересно показать какие может кто-то узнает что-то любимое свое вот монталь вижу байреда тоже у него очень много всего а это у нас как называется мысль франции сколько джан так про свечи свечу есть вот такая моя любимица она на самом деле от нее пахнет вся квартира это лимитированная свеча джималон с ароматом пион у меня номер двадцать три и семьсот пятидесять такая свеча в магазине стоит 10000 рублей обалдеть я не зажигание включая она и так на самом деле пахнет на всю квартиру максим не даст соврать соответственно вот это вот уже полка это моя личная коллекция которая нужно сказать что ты собираешься сюда что ты занимаешься продаешь ты собираешь есть какие-то ароматы либо это клайв кристин который уже соответственно сняты с производства либо это вот body cheese викторис есть несколько ароматов допустим который стоит гораздо дороже чем чуть-чуть чтобы свет был встать ко мне поверьте вот который стоит дорого вот этот аромат допустим он продавался всего лишь один день в ковете в 2016 году эксклюзивная была партия я его купил одного из коллекционеров мне он вышел наверно в 35 тысяч рублей но вообще такой аромат примерно сейчас стоит 100 120 я могу максимум нанести он потом расскажет это интересная история это удовый аромат здесь используется как раз через удовую то это все это любовь сразу здесь как бы еще обычно еще вот идет натуральный то есть раскрытие тара аромата примерно два три часа он будет только раскрываться после чего он будет звучать в кадре звучало нотки тревожные однозначно не а вот местные тревожные начали да он начали очень яркий пахнет немножко даже конюшня но любой хороший от он сейчас говоришь и это чувство начали так и пахнет а потом со временем по в жару он раскрывается даже наоборот более цветочными апельсиновыми нотами это очень интересно будет наблюдать когда человек кажется что блин как арабы ходят в этом в жару еще с удовыми ароматами на самом деле они удовы и только первое время некоторые арабы наносит аромат ночи чтобы наутро как раз пойти с тем ароматом которые они хотели тоже такое мы не подумали что прям конюшню это значит навоза мнение он потом раскроется вот когда мы все допишем я думаю он уже будет какими-то апельсиновыми нотами звучать ну дальше давай в свою коллекцию тоже тоже очень интересно соответственно тоже есть какие-то редкие арабские фридрик маль но он вот он тоже принципе ты можешь послушать он прям звучит в том же самом конечно одни из моих любимых ароматов это bulgari tiger тоже не каждый знает про этот парфюм похож на немножко на крит aventus и на что-то другое одна из новых марок которыми сейчас очень нравится с видов 565 но и другие ароматы этого бренда мне к сожалению пока только один в коллекции я думаю что если максим показала вниз и мы ему будет интересно посмотреть а что же что же ребята вот это такое обалдеть а это же парфюм это парфюм это литр аромата lost cherry такая бутылочка стоит примерно полторы тысячи долларов как они образуются tom ford производит сам аромат и флаконы на разных заводах и соответственно не транспортируют сам аромат в таких бутылках иногда они попадают также как сказать но на параллельный на серый рынок их покупают в основном их используют распивщики они вот этот вот сиделят и радует матримую зилитров а я их продаю распивщикам как еще раз пишет кто это люди которые занимаются распивом парфюма я этим занимаюсь пьют что ли распивом распив эта терминология они делятся то есть они берут флакон разливая разливает его на допустим по 10 миллилитров и продают очень многие люди хотят познакомиться особенно в регионах либо еще с ароматами которых нету какого у них нету они не могут послушать у них нет магазинов они могут купить там 32 миллилитра познакомиться и потом уже приобрести флакон либо оставить себе вот эти 32 миллилитра парфюма короче а вот это вот два особенных я считаю аромата да на самом деле вот этот идет клайв кристиан номер один это самый дорогой парфюм в мире он так и называется за world expansion парфюм я вам расскажу про него интересную историю я когда было в харот в магазине в лондоне я думаю многие если знают не это сочетается центральный магазин во всем мире и там он продается в большом хрустале вообще всего было сделано 10 флаконов они стоят 700 тысяч футов то есть практически миллион фунтов стоил флакон и у него был здесь бриллиант я не знаю потом может быть когда-то мы наложим вам покажем как это выглядит в картинке история про то что я когда рассказываю разговаривал с консультантом он говорит что у нас всего было 21 мы продали а второй мы горит не можем найти в магазина недосдача примерно на миллион фунтов этот флакон доставлялся на бетли специальным человеком то есть покупает этот аромат вы его не забирали а вам его потом привозили на обалдеть да и он внесен в книгу как самый дорогой парфюм в так пойдем дальше на этом же еще не все в этой квартире да и здесь упаковочный ассортимент пробнички какие-то да в основном мы также я работаю с всегда с эту пробник это у меня еще остатки соответственно каким образом но когда я покупал парфюм и сейчас иногда покупаю парфюм в магазине соответственно чтобы продать его каким-то клиентам так сказать оптовые закупки они это компенсируют каким количество пробников иногда делать скидку могут подарить тестер подарок то есть таким образом видео с этим пробник я их или продаю но как правило я их даю подарок при покупке пробник даже эти сами все маленькие тоже продаются можно и маленький продавать да а вы это считается пробника не это считается миниатюры совсем другое да миниатюры пробник немножко разными очень интересно но очень интересным вот парфюм везде да тоже это у меня копилка сдача с долларовых этих я всегда себе собираем на путешествие это настоящий день дать настоящее но что то что нельзя по нельзя платить больше меньше чем 100 монетой но обычно только 100 долларовами если я расплачу с поставщиками все что остается не десяточками я их собираю вот это тоже парфюма это шампунь это уход байреда это допустим у нас гель для рук это лосьон для рук то есть грубо грамма это гель для душ здесь вот такая небольшая часть ухода на ходе ты же еще ездил про лондону то скажи да лондон это как раз вот когда я работал в цоми меня вот награждали такими номинациями соответственно внимательнее вот это интересно так кубок сумма весна-лето 17 рождается победитель номинации лучше продавец-консультант департамент парфюмерии и смыть косметики павел гридин генеральный директор погромова да это я думал там директор это было который умерла не алла вербер она была всегда только директором она руководству сумму практически никакого отношения не имела вода к сожалению ты была такая печальная история мы не виделись практически перед ее уходом до жизни до максим был такой это же свидетель так по поводу кубков сумма ранее сейчас убиты был победителем у тебя на как бы приз ты поехал или надо я сейчас расскажу раньше в сумме это проводили каждые полгода сейчас это вроде проводится год я не знаю сейчас есть поездки нет поездок вот раньше каждые полгода по показателям лучше продавец соответственно количество продаж плюс там средний чек и еще какие-то нас номинации смотрелись вот кто в течение полугода занимался всех отделов то есть это не только парфюмерии там с парфюмерии один с ухода другой там с мужской одежды с обуви и т.д. и т.п. и нас всех отправляли в дружное такое путешествие как правило выбирали какую-то европейскую страну соответственно чтобы мы могли и одновременно и немножко дохнуть посмотреть город и не посмотреть магазин посмотреть как они работают узнать поделиться каким-то опытом нашим я когда рассказывал ребятам маски ли она в хэрид сколько мы продаем у них просто уши вот так вот свернулись в трубочку и они ведь не 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 такого быть не может то есть в россии после долга до в россии в какой-то период времени там брат 16 и 17 год были продажи нишевой парфюмерии больше чем какой-либо другой магазин страны ну то есть водные страны мира возможно сейчас конечно у нас верит его дубай но связи понятными ситуациями но вот тогда у нас были огромные продажи очень интересно что ребят спасибо что вы все посмотрели обязательно подписывайтесь кто без подписки к максиму на канал мы будем с ним я буду все ждать за интересную историю да когда я уже это видео выйдет мы уже запустим первые павшим на канале видео какой-то такую знакомства я буду вас ждать на моем канале я надеюсь вам всем понравилось спасибо вам спасибо тебе паш очень интересно и выигрывайте подарочки не забывайте забывайте просто вы хотя бы где это было что это за событие было мероприятие и возможно мы даже немножко подсказали да в этом виде это вырежу все-таки ищите подсказку в этом видео и подсказки все друзья пока пока